МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Топонимическая комиссия Союза писателей региона предложила установить на городских улицах и площадях таблички с действующими и дореволюционными названиями. Бенефис театра, Нижегородский государственный академический театр драмы имени Максима Горького отметил 220-летний юбилей, чем актеры удивили преданного зрителя. Печально известный дом номер 9 по улице Вятской в Нижнем Новгороде продолжает покрываться трещинами. Очередная пересекла лестничный марш между 7-м и 8-м этажами. Тревогу забили жители, которые, кажется, уже не рассчитывают на спокойную жизнь в высотке. Дом признали опасным для проживания практически сразу после ввода в эксплуатацию из-за проблем с фундаментом. Летом 2017 года городская администрация рапортовала об их устранении после проведенных работ по укреплению оснований дома. Отмечу, что с 2012 по 2016 год на ремонт здания потратили более 50 миллионов рублей. Похоже, что эта сумма будет еще не раз корректироваться. Можно посмотреть на стену, обои вздулись на стене. Это признак того, что не все порядки у нас все-таки дома. Поэтому желательно было, чтобы мониторинг дома проводился. Была достаточно подробная экспертиза дома. И там основной причиной проседания и появления трещин были какие-то просчеты в фундаменте. Сегодня приехали специалисты района администрации Преокской. При осмотре, они, ну, не с ними, я пошла осматривать, смотрю, появилась уже третья трещина. Как бы уже навстречу второй трещине, которая вышла. Администрация Преокского района была в члене ввести на место. Посмотрели эти трещины. Завтра планируется организовать уже более обширное освещание с выездом на дом, с приглашением уже и строителей, в итоге, на которого будет приниматься решение о необходимости привлечения эксперта. Сегодня День российской науки. По всей стране проходят праздничные мероприятия. Ученые рассказывают о новых разработках. Нижний Новгород остается одним из передовых научных центров. Ректоры ведущих вузов рассказали о перспективных направлениях работы молодых ученых на специальной пресс-конференции. Они сосредоточены на развитии агропромышленного, оборонно-промышленного комплекса, атомной промышленности и цифровой экономики. Сейчас активно идет оснащение большого центра для подготовки специалистов для Сарова. Известно, что там делается установка большая, для термоядинного синтеза. Вот часть такой установки будет установлена у нас. У нас в ЦЕ для того, чтобы студенты могли, те, кто потом поедет в Саров, ну и другие тоже, могли вот этим делом заниматься. Очень интересное, так сказать, направление, новая тема, связанная с построением новых радиолокационных систем. Вы недавно слышали, например, вот известная атака на нашу военно-воздушную, так сказать, базу с помощью беспилотных средств, начиненных там всякого рода боеприпасами. Вот распознать их радиолокационными методами на дальних подступах, это довольно непростая задача из-за того, что они маленькие, они, так сказать, быстрые, они верткие. Вот, так сказать, мы этим занимаемся. Это направление, которое мы активно поддерживаем и которое, в общем-то, сейчас является очень важным в развитии цифровой экономики и оцифровка, цивилизация различных совершенных сфер деятельности. Президентом страны утверждена стратегия научно-технологического развития, которая является мощным импульсом для проведения новых исследований. Поддержку, в том числе финансовую, сегодня оказывают по определенным стандартам. Например, возрастным по условиям конкурсов на получение грантов в работе должны принимать участие молодые кадры, аспиранты вузов. Это тоже своего рода мотивация для развития научного потенциала региона. Нижегородская область вошла в число лидеров среди российских регионов по объему экспорта продукции. В технопарке Анкудиновка прошел форум российского экспортного центра «Сделано в России», где предпринимателям рассказали о мерах господдержки при выходе на зарубежные рынки. На эти цели выделяют федеральные деньги, при этом миллионы бюджетных средств остаются невостребованными. Участники сошлись во мнении, что нужно активнее привлекать бизнес. Предпринимателям готовы помочь с решением возможных проблем. Российский экспортный центр компенсирует затраты по участию в выставках, по получению сертификации продукции на международных рынках, выдает кредиты на поставку оборудования на международные рынки, ну и ряд других инструментов, которые позволяют увеличить экспортную выручку предприятия. У малого и среднего бизнеса у них просто иногда не хватает сотрудников, например, которые бы прочитали бы об этих мерах поддержки, либо узнали. И, соответственно, вот незнание, незнание тех мер, которые существуют, немножко тормозит наш экспорт именно сегмента малого и среднего бизнеса. К другим темам. Топонимическая комиссия Союза писателей региона предложила установить на городских улицах и площадях таблички с действующими и дореволюционными названиями. По словам специалистов, эта возможность напомнить жителям об истории Нижнего Новгорода. Подобная практика уже существует в ряде российских городов. Сюжет Евгения Деревенко. Название площади Лядова на устах у нижегородских специалистов по топоминнике уже не первый год. И вот ее снова предлагают переименовать. По мнению авторов этой идеи, площадь должна носить историческое название времен Российской империи – Крестовоздвиженское. Чем им не угодил революционер Мартын Лядов, не совсем понятно. Впрочем, все попытки переименования не увенчались успехом. Все надежды топонимической комиссии связаны с новым мэром Владимиром Пановым, которому адресовано соответствующее предложение. Что касается нижегородцев, то по данным научно-исследовательского института проблем социального управления большинство против подобных аркировок. В Нижнем этапе есть проблемы заниматься такими пустяками, тратить на них деньги. Мне кажется, это бессмысленно. Нужно заниматься какими-то более основными вещами, например, дороги сделать. Я считаю, что должно остаться площадь веку. Почему? Ну, так считаю. Исторически, наверное, все-таки. Или в честь кого-то назвали. Поэтому я считаю, что все, что делалось в советское время, я считаю правильным. Я думаю, что оставить надо как есть, потому что люди привыкли со столько лет. И к Нижнему-то Новгооду привыкали к названию очень долго. Наверное, есть более важные проблемы в городе. Официальное возвращение площади Лядова до революционного названия – не единственная просьба топонимической комиссии. Они также предлагают жителям напомнить об исторических названиях центральных улиц и площадей города с помощью указателей. То есть не менять название официально, а лишь повесить визуальные носители. Чтобы жители и туристы знали, что улица Горького, к примеру, раньше была полевой, а площадь Минина – Благовеченской. Это историческое просвещение нижегородцев. Вот если будут такие двойные указатели, они узнают, как же их улицы и площади назывались в старе. Восстановление исторической справедливости. Ведь вспомним, как производились переименования в советское время. Большими списками, иногда по 40 названий улиц и площадей за раз, тиражируются всяческие утверждения, что, предположим, переименование улицы связано с большими бюджетными затратами. Это совершенно несоответствует действительности. Затраты копеечные. Кроме того, их можно растянуть на продолжительное время и произвести, например, замену вывесок, каких-то печатей, блантов, в плановом порядке, как бы не связанном с переименованием. Предложение от опонимической комиссии находится на рассмотрении у Владимира Панова. В случае положительного ответа городу придется не только найти средства в бюджете, но и решить вопрос удобства нововведений для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Евгений Деревянко, Екатерина Анисимова, Андрей Панов, Георгий Захаров. Столица Нижняя. Юбилей при полном аншлаге Нижегородский государственный академический театр драмы имени Максима Горького отметил 220-й день рождения. Плотный рабочий график артистов не помешал им устроить настоящий интерактивный капустник. Гостям рассказали интересные исторические факты, легенды, актерские байки. На бенефисе побывала Екатерина Анисимова. Со сцены зрителей приветствует основатель театра, князь Шаховской. Именно он 7 февраля 1798 года привез в Нижний Новгород свою крепостную труппу из 96 человек. Основатель первого публичного театра в Нижнем. Управлял 25 лет. Театр известен на всю Россию. Театр полон, зал полон. Полные залы для театра имени Горького – это обычное дело. В драме работают талантливые актеры, известные на всю страну. А режиссеры постоянно радуют зрителей премьерами. Как вчера на радио Сергей Блохин сказал, наш заслуженный артист, он сказал, «Мне кажется, что сейчас в театре какой-то серебряный век». И может быть действительно это так. Мы очень много ездим на фестивали, на гастроли. И те спектакли, которые мы выпускаем, я думаю, что они достойны. Вот буквально сегодня мне сразу два приглашения пришли на май месяц уже. Это тоже дает оценку нашего труда. И я думаю, что действительно тот коллектив, та труппа, я считаю, что у нас просто замечательный коллектив и замечательная труппа. Они действительно достойны того, чтобы не только в Нижнем Новгороде вариться в собственном соку, но и порадовать зрителей других регионов. Актеры – народ веселый. Им только дай волю, перетанцуют, перешутят и перепоют любого. Театр устроил капустник. Контакт со зрителями обязателен. Наверное, поэтому гости вечера чувствуют себя как дома. На сцене два поколения артистов. Объединяет их безграничная любовь к родному театру. Конечно, это праздник, это удовольствие в нем участвовать. Дата для меня ничего не значит. Потому что театр живет сегодняшним днем. Не прошлым, не будущим, а сегодняшним. На самом деле учат только театр. Почему бы там, ну, азы какие-то дает нам наша школа, наша педагогия. Но на самом деле вот эта вся работа, основная, работа над роли, работа с режиссерами, с партнерами, это происходит только здесь, в театрах, в стенах этого театра. 25 лет жизни здесь. Это очень, на самом деле, много. Насыщенно. Необыкновенным богатством наделил меня театр. То есть я имел возможность выходить на эту замечательную историческую сцену и чем-то там все-таки заниматься, попытаться что-то сделать. На юбилей пришли самые преданные зрители. Некоторые приехали из других городов специально, чтобы поздравить любимый театр. Повзрослели вместе с актерами этого театра. Прямо лет 20-30, знаем. Вырвались тут вообще, так сказать, целая история у нас будет, как мы будем возвращаться, потому что транспорт у нас нет. Нам еще попасть надо в город назад. Нам еще вернуться надо. Но не могли пропустить такое событие, как бенефис. Нет, конечно. Поэтому эмоциональны просто. Нам интересно, на самом деле, во-первых, увидеть еще что-то новое, какой-то другой формат мероприятия, представления. И все-таки 220 лет – это такая достаточно большая дата для театра. И хочется своим присутствием выразить свое уважение, почтение и поздравление. К 220-летию также организовали выставку, где можно увидеть театральные костюмы, макеты декораций и узнать интересные факты из истории театра. Труппы, несмотря на большой праздник, ждет работа. В ближайших планах – поездка на фестиваль в Ярославль. А в мае этого года драмтеатр ждут в Москве со спектаклем «На дне». Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижнего. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова